Книга «Открытым оком», том 3, тема «Работа», вопрос 1190. Научно-технические прогрессы и отношения к нему. Можно ли верующим посвятить себя науке, то есть писать научные труды, диссертации, или у верующего только один путь – посвятить себя Богу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Над воротами концентрационного лагеря фашисты установили надпись «Каждому свое». Советские видели в ней только цинизм, хотя жили точно по этому принципу. К слову сказать, в любом слове можно найти полезное зерно. Если хорошо, размыслим о смысле и происхождении этого изречения. Они имели в виду, что если ты раб или ты пленный, значит, тебе и написано на роду здесь быть. От этого не уйдешь. Но верующие переосмысливают каждое слово, слышанное ими, и извлекают из этого полезное для себя. Иеремия 15, 19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Если сам по себе человек ничтожен, пустой, то он и богатство, и свою мирскую высокую должность не может оценить, рвется еще выше и на этом сгорает. А верующий довольствуется малым, благодарит Создателя, и он поистине счастлив. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, сидя в ленинской тюрьме, вывел изречение «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Тому, кто наполнил сердце свое Духом Святым, жаждой Богообщения, уже ничего не нужно. И он повторяет «Избираю всегда Бога, одного Бога и ничего, кроме Бога». Филиппийцам 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Колоссянам 3.4 «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Верующий человек все, что у него есть, приписывает Богу и посвящает Ему. Римлянам 11.36 «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Псалом 15.11 «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Ефесянам 1.23 «Которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Когда человек познает исследованием большее, это хорошо, но это так ничтожно мало, и это суета». Экклесиаст 1.18 «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Познание человека изображает кругом, в центре которого он стоит. Когда он мало знает, то окружность круга соприкасается с внешним. С непознанным еще мало, но расширяется круг и увеличивается длина окружности. То есть все больше и больше ты познаешь, что за этой открытой тайной сразу же открывается еще бездна тайн, и их тебе никогда уже не удастся разгадать. Круг только увеличивается, и мука твоя бесконечна. Вы так и ставите вопрос, что не просто заниматься, но именно посвятить, а это уже происходит от того, что душа не познала Христа. Давайте разберем это слово – «посвятить». Разве оно не говорит о том, что мы что-то очень ценим и приносим жертву святости? И вдруг это нелюбимому Иисусу? В конце жизненного пути человек поймет эту трагическую ошибку, что сердце его было не целиком посвящено Богу. Разум его, сердце его, крепость его, согласно первой наиглавнейшей заповеди о любви, были посвящены не Богу любви, а чему-то другому. А что это – работа, семья, государство, разницы здесь нет никакой? И в конце жизни, даже если бы вы стали академиком международных академий, как академик Сахаров, и изобрели самое невероятное, а не познали Бога, не родились свыше, то такой человек горько пожалеет, для чего он вообще родился, и скажет, Иова 1.21 «Нак я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь!» Господь дал, Господь взял. Как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно! Этот вопрос посвящения не стоит перед теми, кто полюбил единственного и ни с кем не сравнимого Иисуса. Псалом 44.3 «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки!» «Наука – это слепая, полупомешанная старуха, и все, что она ощупью находит, дьявол тут же вырывает из рук ее и все гонит к цифре 666. Сирахова 39.1 «Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах». Слово «посвятить» в Библии встречается 95 раз и всегда имеется в виду «посвятить Богу» и сердце должно на это сказать «Аминь!» Истина, да будет так. Лука 2.23 «Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу». Сразу после рождения ребенка посвящали Господу, так гласил закон. «Человек сам себе не принадлежит, а Богу». Иоанна 17.19 «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». 1 Коринфянам 16.15 «Прошу вас, братья, вы знаете, семейство Стефанова, что оно есть начато Кахаи и что они посвятили себя на служение святым». 1 Тимофею 2.10 «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». В Новом Завете слово «посвящаю» встречается только четыре раза, и они все здесь перед нами. Вот на это и нужно держать настрой, как бы на все четыре стороны света. Здесь нет даже намека на то, чтобы чему-то другому отдала предпочтение искупленная душа. Люди, не знающие Иегову, Творца Вселенной, слепые и безумные, посвящают свою жизнь ложным кумирам, идолам. Такие люди достойны презрения и после смерти. Обычно принято говорить в народе, что о мертвых говорят только хорошее или ничего. Это совершенно не библейский подход. Слово Божие всегда все вещи называет своими именами и запрещает делать подмену слов и понятий, разоблачая всяческую казуистику и даже после смерти повелевает разрыть кости, вытащить их из мавзолея, чтобы и имя этих вождей и лжепророков было предано проклятию. Вторая параллель поминона 34, 4, 5. И разрушили пред лицем его жертвенники валов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. Все посвященное не Богу должно сгореть. Я не знаю ни одного ученого, говорю только о верующих и о христианах, а это 91% всех лауреатов Нобелевской премии, у которого бы была правильная евангельская вера. У них все какое-то скособоченное, извращенное, вычурное, надменное, пустое. Быть может, и есть такой где-то, как вам кажется, но сообщите мне об этом. Каждому из них можно сказать Исайя 47-10 «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, и я, и никто, кроме меня». Эти ученые, крученые, на ухабах науки, более всего ценят свое мнение, свою идею, гипотезу и всю жизнь бродят в потьмах, а когда начинают еще и о Боге вещать, то просто стоят на четвереньках и ползают по собственной блевотине, в своих измышлениях задыхаются». Исайя 28-8 «Ибо все столпы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». 2 Петра 2-22 «Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Как только заговоришь с ними о жизни по Евангелию, о смелом исповедании имени Господня, они сразу же руками и зубами вцепляются в свои знания. Посмотрите, сколько ученых людей, посвятивших себя науке, оказались в сектах Иванова, Белого Братства, Кришнаитов, Виссариона. Смешно сказать, но на Урале действует секта, основанная на сказках Божова. «Где почитают за богиню хозяйку Медной горы, это даже и не безумие, а полное изничтожение разума». Псалом 61.10 «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положишь их на весы, все они вместе легче пустоты». Пророк Ездра тоже мучился многими вопросами, и Господь ему дал ответ на его научные изыскания. 3.10 7.25 «И потому Ездра пустым пустое, а полным полное». Как хорошо иметь сестер и братьев, соединенных верой во Христа. Бывают братства у волков пиратов. Заговорил об этом неспроста. Все так же, как тогда перед потопом земля сквернится, позабывший стыд, молитвы стон ее рыданья, шепот. Порушены каноны и посты. Не одолеть, со всех сторон в нас тычут постыдные поповские ошибки. Сексот шпионит через дорогу сыщик, ткет паутину из словесной нитки. Едущие мой хлеб разбросали, что ни к чему их мужество порядок. Подкопы роют, превратившись в крыс. Невдалеке через дорогу рядом мы не друзья отныне и не быть, ни зятем и не братом и не сватом. Следы их обвинительных копыт не раз нас по судам извиноватят. Бог отделяет любящих его. Не бойся слов раскол, разъединения, через дорогу несколько шагов, но эту пропасть перейти сумеем. Кто во Христе духовно жив, прозрел, сверяет все с божественным писанием, в них враг через дорогу сотни стрел, вынюхивает тысячью носами, чего им не хватает до зимы, до пятницы ислама, до жидов субботы, до воскресенья, могилы и тюрьмы двуперстно тычут, злобствуя щепотью. Вы просчитались племя оголтелых, путь нечестивых проклят, зарастает, им не спасти ни душу и не тело, история страницы нам листает. 28 июня 2002 год, Игла Калашникову ПГ Калашникову